Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня будет бабочка. Бабочка не простая, даже не глиттер, а матовая бабочка. Трафарет мы приклеиваем на зону бикини. Предварительно мы сделали уже шугаринг. И теперь уже на чистое место абсолютно. Наносим глиттер. И тут я немножечко сделала не так. Я думала, что у нас будут блестки. Ну и просто начала наводить прозрачный клей. Хотя прозрачный клей здесь не нужен, так как мы будем посыпать прозрачной пудрой, специальной пудрой для тату. И вот после того, как нанесла этот клей, я вспомнила, что пудра у меня прозрачная. И я взяла клей черный и давай по новой черным клеем уже сверху намазывать. По идее, можно было бы как-то стереть этот клей, но это не так просто. Клей из клей, он хорошо прилепляется к коже. И он очень липкий, он очень тягучий, такой прорезиненный клей. Поэтому сверху я начала потихонечку вкладывать еще черный клей. Ну, чтобы был эффект более такой натуральный. матового тату. Также долго будет держаться, как и глиттер тату, как и флэш тату. Довольно-таки хорошо оно держится. Это где-то неделя, это точно будет держаться. Две недели, может, еще и даже три, кто очень аккуратно не скрабит, не царапает кожу в этом месте. А теперь я снимаю трафарет аккуратненько. Ну, конечно же, немножко здесь толще получился рисунок, чем должен быть. Поэтому я решила взять кисточку и немножко лишнее снять. А где не хватает, немножко добавить. Я просто прорисовываю торцом кисточки немножечко. Сверху я присыпаю именно этой пудрой. Это не тальк. Это не тот тальк, которым я делаю, который нужен мне для шугаринга. Нет. Это специальная пудра, которая наносится на клей после нанесения его на тело. И кисточкой потихонечку я стараюсь просто вбить эту пудру в рисунок, потому что клея много нанесла. И потихоньку я просто аккуратно-аккуратно распределяю, чтобы нигде не размазалось ничего. Потом уже я остаточки аккуратно тоже так же убираю. Придавливаем, прихлапывание. Рисунок будет какое-то время матовый. Он такой будет прям не просто матовый, будет тусклый. Потом он потихонечку проявится сам. Если его намочить водой, немножко сбрызнуть или просто намочить тело водой, он будет опять яркий черный. Но сейчас, пока он еще немножко сырой, я его все-таки все равно притальковываю. Не притальковый, а припудриваю. Вот такой рисунок появляется. Он очень похож на натуральную набитую тату. Такой и цвет у него похож. Он такой темно-серый. Он яркий. Он вот прям как раз как будто это настоящее. Красота получается. И тут я к ленте решила показать, что если немножко намочить бабочку, то она будет... Вот я обрызнула. Она будет намного ярче смотреться. Но эффект приноски, он все равно будет немножко тусклый. Ну вот такой вот прям натуральный. Смотрится очень хорошо. Кто хочет попробовать себе набить татушку, можно временную сделать и посмотреть, как это будет смотреться. Надоест ли она? Нет. Вот. И в общем, в конце я все равно присыпала, потому что под одежду сейчас клиентка одеваться будет. Поэтому под одежду, конечно, лучше закрепить результат. Но если честно, стирается очень тяжело, когда она свежая. Даже спиртом, я обычно спиртом стираю рисунки. Если он немножко стерся, либо не хочу я его уже, можно стереть. Ну все, пока. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok